всем привет меня зовут светлана никичук и вы на моем youtube канале я спортивный диетолог специалист по функциональной нутрициологии фитнес-тренер с 25-летним стажем и также автор ведущая онлайн-проектов по коррекции веса в мае 23 года мы запустили реалити проект я худею в котором наша героиня анна худела в реальном времени мы продолжаем также историю с а не я буду вам рассказывать показывать сейчас мы делаем с ней интервью примерно раз в два месяца да потому что вес уже идет не так быстро как в начале поэтому следующая серия у нас также будут выходить мы с ней идем до цели и уже половина пути пройдена а сейчас я запускаю также серию видео с другими героинями такого же проекта и уверена что это будет не менее интересно сегодня вы познакомитесь с викторией у нас с викторией уже достаточно длительная работа прошла мы с ней познакомились три года назад и достаточно большой путь тоже пройден вот но виктория решила вместе со мной пройти вторую половину пути в этом интервью вы увидите не только наше до потому что мы с ней сейчас начинаем большую работу а также вы услышите уже и наше после сколько мы сбросили килограмм за какой период какие результаты уже получили то есть как раз вот у виктории такой пути достаточно большой также как у ани она хочет бросить больше 50 килограмм вот и половину пути мы проходили с ней в такой работе за кадром еще начиная с времен карантина вот а сейчас мы решили вторую часть вот этой работы над весом уже показать в таком вот реалити проекте вот я надеюсь что это интервью будет для вас тоже очень мотивирующим и вы также будете следить за нашей историей снижения веса дальше а вика привет я очень рада мы с тобой наконец-то созвонились начали нашу работу вот и я хочу вначале чтобы ты немножко рассказал о себе просто как как а вики не а вики которая будет худеть и так далее просто о себе я вика виктория полных 40 лет мне деток нет в разводе я работаю парикмахером сама на себя вот живу с мамой и собакой вот и решила продолжить идти к твоей цели поэтому мы сегодня наверное встретились здесь с тобой да да а сколько тебе лет 40 полных 40 лет и теперь самое интересное то есть твоя история похудения потому что очень интересно когда люди приходят снижать вес то ниже ну не рождаются сразу с лишним весом это очень большая редкость то есть что-то произошло в жизни как-то вес набрался ли он набирался с детства были у тебя попытки какие-то к снижению весу что-то делала срабатывала ли это вот расскажи вот об этом самого-самого начала моя история я всю жизнь полная всю жизнь и насколько себя помню вот с осознанного возраста как говорила мама я до года была ребенком по книжке развивалась в порядке никаких нарушений после года начала вес расти вот стала выполнить и вот ну лет с 3 сколько я помню по каким-то фотографиям даже детским я везде полненькая но в детстве не мешало мне это совершенно я была активным ребенком бегала во дворах как в то время а дети 80-х годов мы все время были в движении какие-то игры прятки не знаю скакалки закатанные вот эти дорожки все делали и домой загнать то есть покушать это было конечно невозможно это как все дети того времени то есть о еде и а какой ну не было речи вот я была активным ребенком и и в самом детстве мне это не мешало я не чувствовала что что что-то не так мне не мешало это в каком-то движении да я везде в детстве в теме активно везде носила коленки в зеленке ну то есть в детство было прекрасно и я не помню никаких в этом плане проблем пухленькая да ну как вот задам сразу вопрос сталкивалась с такими историями и обычно когда рассказывать ну не обычно но часто такое было когда рассказывать что в детстве был лишний вес при этом всегда где-то рядом была какая-то бабушка которая закармливала до последней ложечки хлебушку надо доедать выбрасывать нельзя там за маму за папу ну или кто-то рядом кто тебя так вот прямо тормил а мы жили большой семьей да потому что как раз мне было три года и к сожалению родители разошлись папа я так как не помню и мы жили большой семьей большой бабушка дядя тетя на тот момент еще подросток я с мамой то есть большой квартире мама трудилась работала бабушка была по хозяйству и конечно как и все дети что-то кладут на тарелку доешь даже если что-то ты не хочешь есть тебе это не нравится были какие-то у меня там что я вообще не хотела кушать да я могла сидеть я очень упрямый на самом деле ребенок рыдать над этой тарелкой капали слезы и не могла это съесть даже не нравилось ну и как все бабушки конечно ешь да и да и это все на такое на злобе вам с характером мама кстати не заставляла мне никогда не хочешь ну не ешь но конечно как советского времени культуры питания не было в то время и праздники все проходили с обильными застольями я сейчас еще ими как мы столько много кушали ну и конечно это было в семье мы все такие родные мы все такие статные был полноватый бабушка была полная у нее был диабет инсулинорезистентность второго типа на приобретенная как бы лет с 38 наверное ну и конечно вот все готовил достаточно жирно да ну много немного но такая еда не полезно безусловно и как раньше это было принято первое второе компот вот так что все мы кушали ну чересчур наверное да и она не было привита культура питания а так как у меня склонность как я полагаю я конечно была вот такая пухленькая несмотря на движение но все равно я была вот такая полноватая а вот так туда была бабуля которая конечно закармливала понятно вот было такое так и получается в каком возрасте ну ради мама да поняла что или ты уже поняла что вес не норма и что надо что-то делать ну мама поняла это и понимала конечно и где-то годам наверно уже ну с девять в десять понятно что я была очень выше нормы и были походы к эндокринологу и диетологу я помню лет в двенадцать наверное ходила но что говорили врачи да как у меня папа склонны тоже к полноте и все говорили это генетика генетика и перерастет перерастет впоследствии начнется кубертат гормональные изменения и она вытянется как все всегда говорят и станет нормально ничего страшного бывают такие полноватые дети которые на самом деле наверное вытягиваются но в итоге вырасти я выросла но не переросла и этот вес взяла с собой в дальнейшую жизнь и до сих пор на 40 лет я его на себе имею вот и ну вот как то так да да мама что-то пыталась но как бы 90-е года наверное информации такой не было говорю вот я помню все перерастет склонность полноте папы это имело большое значение и все вот сносили на то что все генетика генетика и но я стояла на учете за счет того что бабушка диабетик мне до 12 лет проверяли периодически последняя проверка такая вот значимая в 12 лет мне делали периодические анализы потому что полнота и уже как бы да я могу это перенять но слава богу что нет никогда не было даже пред диабета и холестерин хоро ну вот эти показатели как бы в норме это как-то уберегло вот о том что ты говоришь что бабушки уже с 38 лет до был диабета а у тебя так как мы с тобой знакомы уже не первый год и считай ты последние несколько лет ты активно занимаешься своим питанием своим здоровьем то есть ты не пустил это на самотек потому можно сказать что ты этот путь бабушки да ты не пошла по нему именно благодаря тому что ты взяла это под контроль я это понимаю что риски были огромные да и все это осознаю еще такой нюанс уже но не знаю сколько лет назад как я нашла старую медицинскую карточку и вот так пролистывая его я увидела что в 6 классе где-то в 11 лет мой вес был констатировано 76 килограммов то есть например вопрос о том какой мой вес комфортный я даже не знаю потому что я я не была никогда в жизни комфортно во взрослой жизни вообще в комфортном весе какой он должен быть я не знаю и еще такой один нюанс я очень это помню хорошо запомнила в девятом классе не было 14 нас водили в медкабинет на проверку и соответственно взвешивали и когда на моих весах цифра показала трехзначная до 100 100 килограмм то ну вот сюда это было очень неприятно смешки одноклассников 100 килограмм центнер ну мне было очень обидно ну как бы да вот как бы буллинг как сейчас надо но я обижалась но ничего не делал скажем так честно вот полненькая закомплектованная но при этом активная ну как как и ничего не делал просто родилась я полный кто-то худой моем понятие было а мне не повезло до толстая все я ничего не делала я желаю я бы здесь я бы здесь оставила свой комментарий вот потому что я знаю что будут в любом случае сейчас нас смотрят те кто у кого история очень похожа у кого история очень похожа есть дети реально которые рождаются прямо полные это очень большая редкость то есть я даже мне сложно сказать какой-то процент может быть это один процент из всех рождающихся то есть когда ребенок рождается восемь девять килограмм то есть вот то есть это все это вот когда люди реально рождаются полные здесь уже однозначно что это ожирение с рождения это очень сложная история как бы но сейчас не об этом есть люди у которых которые действительно генетически склонны к этому они рождаются нормальном весе да и вот это как раз твоя история что у вас все гиперстейники ты бишь все высокие все рослое все ширококосная вот то есть у этим людям вес будет у них расти быстрее да как бы он будет быстрее прилипать и его возможно будет где-то сложнее сбрасывать даже не сложнее сбрасывать а я бы так сказала люди которые имеют такие генетические как бы особенности для них всю жизнь просто нужно держать руку на пульсе вот так вот то есть не всю жизнь бороться с лишним весом не бороться просто напросто всю жизнь вести активный образ жизни держать питание под контролем то есть просто все время это контролировать им нельзя вот это просто отпускать где-то на самотек да потому что этот самотек будет приводить к очень большим цифрам которые потом будет тяжело сбрасываться вот но однозначно это не приговор действительно есть очень много гиперстейников даже можно посмотреть по фотомоделям они не все там остальники ходят худо есть достаточно ширококосная при том она там весит 75 килограмм но высокая стройная худая да то есть можно действительно быть очень хорошем весе вот поэтому это точно не приговор когда у тебя была первая попытка снизить вес но скажу в юности когда в подростковом таком возрасте девочки сину какие-то понимают что они тоже не худенькие у меня в школе пытались худеть там голода голодовкой вот этим вот жесткие эти моменты в подростковом возрасте неосознанно да нужно быстро нужно худой быть я ничего опять же не предпринимала а вот и ну честно вот жила я такой мысли мне не повезло но где-то к двадцати восьми годам я работала в спортивном комплексе там был салон и было кафетерий и вот я днем ходила кушать мы с девчонками ходили допустим обедать да на половину комплексный обед и в тот момент как-то так сложилось что я осознала что вечером приходишь ты там не наедаешься так как ты уже днем покушал я стала впервые в жизни так контролировать свой вес стала взвешиваться мне стало интересно я стала прислушиваться ну к себе как борту я хочу больше ну вот вот что я хочу вот нет что не хочу то как бы ну не буду я на просто ты ешь даже безумно голодный что-то съел а именно что я хочу и в тот момент я как бы поменяла очень свои вкусовые предпочтения там стало больше яблок кушать на какой-то творог меня тянула в тот период я отказалась от чая с сахаром сама и поняла что включая он намного лучше потому что это не просто сладкая вода там через полгода кофе тоже да без сахара и до сих пор я ну пью эти напитки как бы да без сахара и у меня вес стал падать я ну как бы мне казалось ничего для этого не делала мне даже подружка тоже полненько говорит расскажи секрет на какой диете ты сидишь я не на чем сижу я просто стала слушать себя как я сейчас понимаю это интуитивное какое-то питание да и у меня стал этот вес уходить для меня это было какое-то чудо и не мне это вот тогда вот эта мотивация когда какой-то азарт появился и я сбросила на тот момент где-то состав 15 килограммов дошла до цифры 98 и даже тренер у нас в комплексе один раз подошел ко мне и спросил ты похудела и я говорю ну как бы да он ведь на сколько и будет на 17 ну заметно ну то есть это да дало мне какую-то уверенность самооценку я стала больше нравится и это было очень круто на самом деле вот вот тогда был первый такой период не очень до конца на осознанной но меня это заинтересовало что я могу контролировать свой вес и мне это нравится вот впервые я знаю что у тебя еще была история снижения веса с со славно известными коктейлями мы не будем называть название но их точно все знают я просто знаю что у виктории была эта история она очень не хорошо закончилась и да для того чтобы людей тоже предупредить что похудение не должно быть на коктейлях она должна эта история такая да вроде и не длинная как бы просто я очень плохое зрение имела и мы пошли к какому-то врачу акулисту да впервые и вот она увидев что у меня лишний вес порекомендовала маме занималась известными до продуктами что вот необходимо это употреблять не скажу что долго мы это употребляли кстати это было не носицами не какими-то годами это было какие-то недели да это было ну вот скажем такая упаковка и мама заменял заменял прием пищи до с утра там с кефиром с молочком вот вот такое да это пару-тройку недель буквально было и на тот момент очень активно так совпало 12 сколько на 11 12 уже было меня отправили вот в медицинский комплекс я занималась культурой на тренажерах то есть ну какие-то действия предпринимались да безусловно и как раз таки вот ну я это тоже пила в таком возрасте и у меня прям там случился приступ я его помню мне очень так скрутило меня вывели потому садили забеспокоили что такое вот стали проверять и у меня повлияло это и на почки на печень до сих пор это как бы не не очень хорошее влияние впоследствии слышала что может влиять очень плохо на внутренние органы вот такая история была что тоже негативный скажем опыт конечно мы прекратили это употреблять и больше никогда поэтому нельзя верить ни чуду порошкам ни таблеткам ничему коктейли для похудения действительно вызывают почечную недостаточность вот и вообще в принципе с протеиновыми коктейлями которые тоже думаю что это коктейли для похудения хотя это коктейли совсем для другого вот они тоже могут могут вызывать из-за большой перегрузки белковой на почке они могут вызывать почечную недостаточность вот но это как бы такая история для для людей чтобы не повторяли чтобы учились на чужих ошибках они на своих а хорошо у тебя был вот этот вот период снижения веса в таком молодом юном возрасте что потом произошло почему у твои вот как сказать те уже привычки твое осознанное интуитивное помогло тебе привести меня начались отношения отношения были достаточно такие очень эмоциональные стрессе два года это длилось я отдельно жила и все это было в таких очень негативных эмоциях естественно вообще когда ты вступаешь какие-то отношения ты забываешь о тебе и переключаешься на молодого человека там какие-то события вроде ты стараешься но ты уже не взвешивалась не контролировала каждую это что ты ну как бы да ну все под контролем но на самом деле нет и части стресса конечно тоже возникают это на самом деле был сложный период это было мне кажется даже такая депрессия потому что это было очень много сладкого да которая ела не задумываясь вообще и это было шоколад плитками я съедала в пять минут и потом только очухивалась а что это такое было вообще я даже вкус не чувствовала да это был стресс но это через два года вернувшись говорится опять к маме я обнаружила уже 120 килограммов да это было где-то 32 наверно года вот так вот 32 года было уже 120 я поняла что ой я так не хочу потому что она такая уже цифра значительная и опять по старой памяти начал на добраться за тебя и вот на эту интуицию опять стала взвешиваться опять все это стараться контролировать и но пришла к цифре 108 2 на 12 килограмм где-то брала вот тоже уже так вроде и похорошела но вот эти вот качели да туда-сюда но да они происходили и в этом весе познакомилась с будущим мужем подготовка к свадьбе опять же новые уже отношения покупка квартиры ремонт полтора года тоже притирки стрессы а себе напрочь забыла вообще о каких весах идет речь они где-то далеко убраны и уже в общем дошла до того до той критической точки когда ты уже не в зеркало на себя не смотришь полностью стараешься только на лицо но и лицо уже не радует и впервые в жизни у меня уже задержка цикла была у меня уже отеки страшные то есть я понимала что и у меня давняя еще травма спины с 20 там чем-то лет да которые узнала гораздо гораздо позже то есть я в бытовом плане уже не могла делать какие-то элементарные вещи да просила помощь мужа у меня там уже почти отказывали ноги из-за спины в общем происходили страшные вещи которые ну как бы уже пришел такой итог какой-то критическая точка да и как раз ковидные времена и все остановилось все заморозилось и а я ну вообще не представляю что делать как бы я я уже понимаю одно что как раньше я не могу себе взять в руки это не сработает это уже так все далеко и глубоко что никакая тут интуиция и мотива меня нет сил я не понимаю чего начать куда бежать куда обращаться вот и одна из клиенток моих все перешло на дистанционное как бы обучение работу в тот момент и она где там там что-то подключилась и вот у меня было огромное скажу честно желание вообще мечты сбываются она была куда-то вот в атмосферу туда вот куда-то мысленно сказано и но а что делать я не знала но еще скажу такой нюанс впервые в жизни я запомнила эту минуту как что-то очень значимое в своей жизни 36 половины лет а что дало мне вот вообще эту ну точку наверно до невозврата поменяла мой жизнь я задала себе вопрос самое главное в своей жизни а люблю ли я себя и я получила однозначный но такой ответ нет я поняла что и всю жизнь для друзей я так активно и веселая для родственников для там для мужа для для всех но не для себя себе вообще никогда не помнила и как бы когда-то наверное счастье юности ай ну забыла и себе ну значение не придавала да и я решила что мне так не нравится я решила себя сто минуты полюбить и начать что-то делать для себя не для кого-то для себя для себя любимой научиться себя любить и вот пришла клиентка и дала мне контакты она говорит вот там на инстаграме подписалась я была на конкурсе 4 килограмма кинула хочешь вот как бы ну попробуй там говорит первая неделя вводная бесплатно если понравится пойдешь не понравится не пойдешь и в тот же вечер возвращаясь поздно с работы она дала мне ссылку и я подумала что я теряю что я теряю как бы и я еще тогда удивилась очень этому я буквально пришла к этому и тут мне до дали вот такой вот ну ответ да возможно и я посылаю запрос на тогда и ух да это было немного другого формата это было вводной недели четыре раза самого первого не знает для тех кто не знает это у нас был курс ешь честь худей он нас работает с 2017 года я его запустила до сих пор он работает только он поменял свое название поменял свое наполнение он стал еще больше еще глубже да и на тот момент это было я чуть-чуть худей да тогда это было март март 2020 года уже вот 4 года этой весной и я посылаю запрос я прохожу эту первую неделю в одну слушаю уроки там гулять собак или как нашлось время и как бы мы просто режим вводили за первую неделю у меня ушел уже первый килограмм но этот курс конечно стал меня встать на весы и узнать наконец-то то какой критической точки вообще дошла а так как я достаточно высокая по мне даже наверное видно такого катастрофического веса это было ровно цифра в сто двадцать девять килограмм такого не ожидала ну даже я как бы я не думал что до этого ты не вставала на весе то есть не портить себе настроение где-то там когда-то там что-то 120 может когда ты откат и вот я скажу свое внутреннее ощущение ты думаешь но это же уже было было уже 115 было 120 где-то блик недалеко вот это какая-то ну эта проблема в голове когда защитная реакция что расстраивать реальными цифрами поэтому я буду думать что ну где-то так да ну вот вот я тебе скажу что это очень часто у нас люди приходят на программу я когда там прошу напишите сегодня свой вес на такая а я завтра стану на весом что я даже вообще не знаю а у кого-то даже весов нет то есть многие люди реально стараются от этого абстрагироваться как будто так я не знаю цифру значит проблемы нет но как бы проблемы и поэтому лайфхак для тех кто хочет прямо начать завтра говорят мне нужен волшебный пинок первый волшебный пинок и увидеть посмотреть проблеме в глаза вот то есть да проблема есть и тогда ты понимаешь все как бы уже назад нельзя идти и по весу допустим я когда с мужем познакомилась до 108 а замуж я выходила а это какие-то полтора года всего уже было 117 ну другие эмоции об этом не думаешь как бы не придаешь значения и вот первые килограмм мой уже с меня ушел и я не задумываясь покупает первый курс прохожу его достаточно успешно я скинула тогда еще где-то 7 килограмм вес ушел достаточно хорошо у меня у нас будет пять недель и за пять недель мы сбросили 7 килограмм да да меня берут на второй курс с олегом иршкиным я еще четыре меня это все так воодушевило и скажу честно когда у меня ушло наверно даже первые там пол килограмма вот это еще там два килограмма два с половиной как в таком весе глобальном это ну как капля в море да вроде незначимо но меня внутри вот это когда окрыление когда ты что-то узнаешь и ты учишься для тебя это какое-то открытие я радовалась безумно я себе говорю ты такая молодец вот там было сто двадцать девять стала там сто двадцать пять для меня уже класс вот эти четыре килограмма такая победа потому что это победа была впервые в жизни осознанной под контролем я понимала что я делаю для чего я делаю и даже я думала о такой о таком моменте вот проснешься утром и допустим ты в том весе который ты себе поставил конечной целью на тот момент я поставила себе цифру 85 какую-то далеко космическую вообще нереальную фантастическую и допустим я просыпаюсь в том месте который я придумала я даже не хотела так потому что я думаю хочу пройти все эти этапы работы над собой чтобы все это настолько прочувствовать пока я вот дойду до этой цели и даже так мне не хотелось этого волшебства мне хотелось вот этой осознанности но до сих пор еще до цели я не дошла к сожалению а получается у нас с тобой за два за два курса каждый из которых был как раз пять недель то есть у нас ушло а 7 плюс 4 до 11 11 12 даже за два месяца около 12 килограмм а что произошло потом мы кстати написали даже историю в инстаграм после очень крутое вот классная история что потом произошло но вот за полгода в итоге там марафончике еще какие-то потом покупались я скинула 20 килограммов да вот кто-то мне говорил боже как быстро какой кошмар и я говорю мне все все под контролем не быстро да конечно уже тоже скажем так почти 37 где-то какие-то изменения лица что-то они кожи не успевает адаптироваться но впоследствии все кстати тоже еще стягиваются утягиваться кто боится что все это так и останется неправда нужно время и организм 20 килограмм за полгода это нормальная потеря веса это не это немедленно то есть это нормально у всех конечно скажу такой момент что произошло со мной за эти полгода я изменилась внешне изменилась в в размерах одежды конечно все все классно но внутри у меня не смогло успеть внутренне снаружи ну как бы вот в параллельно да пройти я осталась там внутри еще наверное той толстенькой девочкой и внутри то я вот эта психология толстого человека я меня потерялась связь мне снаружи говорили блин классно а я в какую-то даже депрессию впала я не понимала я потерялась а что я а какой у меня размер одежды я даже приходил в магазин там к знакомой и я иду к вешалкам там чуть не 62 размера ты ненормальная ты что говорит ты ты видела себя ну то есть видят люди которые знали которые себя видят игра что а какой я не у меня как-то ну не могло это сработать так быстро что я потерялась и ну как-то здесь даже это абсолютно нормально потому что ты привыкла себя видеть такой точно так историю наоборот видят люди стру которые были стройные потом поправились это вот моя была история когда я очень долго была стройной потом я рожаю 2 ребенка я натягиваю на себя джинсы эмочку я не понимаю почему они только до колена дотягиваются я же такая же я смотрю на весы я понимаю что до 90 килограмм конечно это много но когда я смотрю зеркало я вижу там ту стройную свету 60 килограмм я не вижу этого и только когда у нас муж снял на видео мы хотели запечатлеть первое купание нашего малыша и мы со свекровью с ним его купаем и она снимает он снимает я смотрю это я это я стороны вот это огромная спина и все остальное это мое то есть вот тогда я прям прозрела но я очень долго не могла понять как это весы врут они там не знаю там батарейка не работает программа сбилась не может быть джинсы просто сели и вот то же самое у тебя ты себя привыкла видеть другой и ты не могла как это ты уже там не 60 размер там это один я помню в магазине америка костюмчик европейский а у меня был 54 европейский платье вот я ездила в белград в одну поездку и она была еще чуть-чуть маловато 54 европейский да то есть достаточно большой насколько это x of l и как бы это платье два размера 56 получается наш плюс 2 да 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 и я еще там пуговицы можно было перешить на такое запахом я еще очень долго его носил пуговицы перешить же куда-то и она все крутится и это вот смена гардероба но я меряю костюм допустим сорок восьмой беру да и такая ну да я похудела меряю она берет игру на вешалке висела говорит а ты знаешь какой на тебе размер я говорю ну сорок восемь год нет там сорок шестой или сорок ну сорок шестой дабы в доме нет вот она ведь нет увешалка просто другая вот набирку а у меня как я не понимала смысле не может быть чтобы вот ну как я не воспринимала саму себя и немножко тогда да как то я съехала и я наверное не тот человек который вот выбрал цель и вот прям идет на пробой не могу периодически останавливаюсь как все мы люди делала некую поправочку что у нас получается мы с тобой начали по сути со ста двадцати девяти килограмм это было в двадцатом году до сегодня какой у тебя вес ну на сегодня у меня 96 килограммов то есть 33 килограмма получается на сегодняшний день 33 килограмма до 33 29 плюс да 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 точно смотри сбросили мы с двадцатого года постепенно плавно то есть там было 222 эти два большие две большие программы потом были маленькие курсы периодически делала такие рывочки вот по сути ты сбросила этот вес и удержала его очень круто вот грустно было бы сейчас бы я просто села бы и заплакала если бы ты пришла и сказала света я тогда сбросила за это время набрала в три раза больше и вот такая вот история то есть я бы конечно расстроилась хотя и так бывает и ничего страшного просто нужно заново все пройти вот то есть у тебя реально очень круто что во первых есть динамика все эти три года вы снижение веса в минус во второе это то что у ты смогла удержать вес и зафиксировать его на двухзначной цифре не переступая значную это классно вот и сейчас по сути цель нашего вот всего этого интервью и этого проекта это как раз все-таки прийти к той цифре которую ты хочешь скажу что для наших зрителей это будет задача со звездочкой просто задача со звездочкой худеть человека который разбросил 30 килограмм который не помнит даже что такое 75 килограмм кроме как в 12 лет вот это конечно будет задача со звездочкой но я буду ну я верю что мы с этим справимся потому что реально это возможно я такие случаи знаю у нас такие были уже результаты вот здесь вопрос будет как раз нашей системной работы до мотивации дисциплины но над этим мы будем работать и этим будем делиться знаешь вот мне я думаю что наверное тем кто сейчас нас смотрит и у кого похожая история это всю жизнь тебя преследует лишний вес всю жизнь ты вроде бы как худеешь вес набирается нам будет сейчас интересно почему почему-то не не смирилась ведь 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 есть очень много людей которые просто говорят все у меня широкая кость все то есть это сеть ничего не сделаешь вот вот как бы это мое мое не знаю мое наказание на эту жизнь да или там мой крест я вот так буду жить и все бабушка была полная мама была полная я вот такая и все как бы просто опускают руки и смиряются почему ты не смотрят почему что что является твоей главной мотивации видишь шланг я до тридцати шести с половиной лет так жила да мирясь и как бы ну пытаясь чуть-чуть да слава богу никакой жесткости еще не было голодок не было но не особо я что-то делала но я такой человек если я не сложно выбрать цель наверное да сложно определиться чем-то но если я что-то решила я всегда стараюсь доходить до конца и как тогда тебе пообещав ну как бы вот в ту минуту что вот я как бы займусь собой полюблю себя но до конца это скажем так недоработано все равно это отчасти дает мне наверное какие-то комплексы какой-то неуверенности не дает всей той свободы да вроде уже классно люди сколько комплиментов как изменила вообще это моя жизнь скинув себя уже минимальная цифра у меня там было 93 там 90 250 это 36 килограммов практически это хорошая цифра я собой горжусь я себя хвалю безусловно это большая работа и для меня самое страшное я вообще не представляю вот сейчас даже плюс три и от той цифры в которой я уже почувствовал я была я их очень ощущаю на себе и визуально и по ощущениям для меня уже 23 килограмма это много а я не представляю как если на меня вот этот рюкзак в 35 допустим повесить я не знаю как как я там вообще жила вот и не смирилась и не смирюсь и все равно у меня внутри живет вот это вот желание самое главное узнать а какая я нормальная ведь я всю жизнь никогда не была в нормальном весе и для меня это так интересно вообще узнать что вот какая я могу быть нормой ну то есть без этого лишнего веса и для меня это будет для самой себя большое открытие то есть мне не к чему как бы я иду как в какую-то пропасть вот и до были качели возвращалась на какие-то вот цифрыки но вот увидев вот эти вот уже что вес растет мне всегда хотелось вернуться и нет нет-нет-нет я себя туда-обратно сдвигая на меньшие цифры поэтому наверное ну на данный момент удерживают что меня тоже радует потому что мы знаем что не главная цель как бы сбросить вес а его еще и удержать чем дольше ты держишься диапазоне каких-то одних практических цифр тем это лучше организм уже привык адаптируется но вот там вот в эту вот как говорится со скалы прыгнуть я вообще не знаю куда идут для меня это неизвестно дойти до 75 килограмм это называется уже прыгнуть со скалы знаешь еще у меня какой вопрос сейчас родился это для тех кто только начинает худеть ты уже как человек хорошо хорошо похудевший и уже с опытом а как изменилась как изменилась твоя жизнь со сброшенными 30 тремя килограммами что изменилось очень многое изменилось очень многое восприятие себя это безусловно самооценка любовь к себе видеть что ты все-таки ну красивая женщина молодая красивая эти комплименты да мне до сих пор я ну как бы в одном диапазоне цифрства и веса мне приходит ты похудела ты похудела грида не похудела я но я уже даже привыкла наверное это слышать когда это стали люди замечать эти особо не распространялась это было безусловно приятно это так симулирует чья тоже какая-то привычка и на данном этапе скажу почему наверное мне сложнее дальше идти да почему не не уходит этот вес я вот стою на месте потому что и окружение и вот этот социум они как ты нормально ты уже худая но куда тебе еще ты же вообще будет дохлая то еще 20 килограммов ты с ума пошла тебя ничего не останется и вот эти люди когда они не поддерживают а даете психологически вот это а ему вроде уже и же нормально уже намного лучше по сравнению с тем что было я вижу фотографии уже похудевшие там год полтора два назад я себя не узнаю я думаю боже как было плохо все ну я уже скинула бы было еще плохо сейчас я знаю что я намного лучше выгляжу я хочу еще я хочу это не для кого-то я не хочу это кому-то доказать окружению каким-то друзьям подругам это для себя я хочу это вот ну вот для себя узнать мне самой это же неизвестно и это очень интересный такой как говорится результат вот этот увидеть и понять а как же узнать это но безусловно если дойду до цели это вот удержаться там и быть вот той нормальной это будет наверное это моя мечта я поняла тебя я поняла да действительно у многих кстати тоже есть такая история когда ты уже кто худеет долго они сбрасывают какое-то приличное количество килограмм потом расслабляются с одной стороны да что вроде бы уже не так все плохо уже не так мешает уже самочувствие лучше нравится отражение больше уже вещи носишь те которые ну нравится не те которые налезли да и это многих расслабляет но это очень очень обманчивое состояние потому что сначала кажется что ты вроде бы как ну немножко расслаблюсь и ты смотришь а вес-то и нормально он держится на каком-то этапе он еще будет держаться даже если ты расслабляешься а потом он просто начинает там плюс один думаешь ну плюс один не страшно ну плюс 5 все-таки 30 я сбросила да это а потом знаешь как как помнишь как у нас эндокринолог рассказывал олег евгений что вес растет так сначала медленно там по 100 грамм по килограмму потом плюс 3 потом плюс 5 а потом начинает прибавляться по десятке то есть люди которые уже были когда-то в лишнем весе они должны об этом помнить что вес то начинает очень быстро расти и ты не можешь самое сложное не просто похудеть не тяжело ну возьми питание физические нагрузки все для все легко а в чем бы суть сложности сложности в том что ты не не всегда в таком эмоционально мотивационном высоком уровне до что ты взял и делаешь ты не можешь включить эту мотивацию вот так вот все завтра я худею завтра я мотивированный человек ну это не происходит и вижу тем бывают сложности какие-то бывают ситуации какие-то жизненно неприятные там ну мало ли что болезни все такое и на это еще накладывается вес который уже неустанно растет и вот тут начинается большая проблема поэтому если вы вот кто сейчас нас смотрит снижайте вес уже хорошо сбросили его и у вас это появилось чувство мне можно чуть-чуть расслабиться не расслабляйтесь до тех пор пока вы не дойдете до той цифры которую вы хотите увидеть что в тот момент когда вы будете удерживать результат естественно вы дадите опослабление во многом не надо взвешивать еду там не надо так сильно до фокусироваться на этом удержание веса это легко вот но вот в момент вот когда ты до проходишь половину пути не останавливайтесь отдыха от похудения быть не может то здесь ты худеешь нормально если ты не насилуешь себя если не ешь три травинки в день ты ешь сытно нормально не изнуряешься тренировками а чего отдыхать ну а тут и отдыхать то нечего потому что у тебя все все гармонично и все хорошо встроилась свою жизнь поэтому останавливаться нельзя а что помогает таких моментах вот в данном случае виктория это как раз тот самый яркий пример когда вот на таком этапе очень хорошо подключать контроль со стороны то есть на каком это этапе и тем более мы кстати начинали тоже с контроля да то есть это поработало то есть сейчас тут контроль со стороны он хорошо поможет когда тебя кто-то будет еще сбоку подталкивать подпинывать контролировать это классно срабатывает поэтому однозначно просто можно вот таким образом все помогать идти дальше потом входить какие-то проекты по снижению веса сейчас очень много есть разные марафоны курс я не бы не только про свои говорю вообще в целом это тоже как будто вот новая любовь такая новое меню что-то интересное то есть просто вот для того чтобы было все время интересно они приезжали в рутину вот можно в такие проекты заходить это тоже очень хорошо помогает почему у нас много людей кстати вот так же и вика нас двадцатого года еще двадцать третий год три года уже приходит периодически в какие-то мини курсы для того чтобы подталкивать вес да вот ты пришла и у тебя все вот все новое опять новые тренировки новое меню там новые эфиры что-то новое узнала как будто каждый раз то такая новая маленькая любовь вот то есть это очень классно помогает вот но у нас целом да вот такая вот будет задача непростая но я надеюсь мы с ней справимся мы будем рассказывать телом обязательно 1 а я еще хочу сказать для чего мне еще это нужно потому что я работаю с людьми до в сфере косты ко мне приходят женщины не только женщины но а уже за это время я мотивировала одну свою клиентку на которая теперь тоже зависимо от ланы и которая 80 килограммов пришла в свою норму в принципе но она до фанатизма к сожалению мне кажется такое слишком до каждому 100 грамм придираться но у человеку в возрасте уже после 50 слегка да и она а смогла дойти до по моему 56 килограмм если я не ошибаюсь да и передаем ей огромный привет я уверена что она сейчас будет смотреть поэтому и передела по вообще вот вот когда ты людям даешь мотивации вы мотивации на примере себя это просто говоришь а вот там а это не сложно и они тоже идут и получать для себя это благо и другой клиентка мы поддерживаем друг друга мы все вот в этом процессе и было такое что она с помощью вот ну каких-то моих подсказок и поддержки скинула 20 килограммов сейчас тоже есть откат по определенным причинам здоровье там сидение дома операции но все равно мы не бросаем и идем вот вместе как-то там стараюсь другу поддерживать то есть я хочу еще на примере себя это кому-то нужно потому что заставить никого нельзя кого-то тоже прийти к этому вот правильному решению наверное ну как вот мотивировать как мы сейчас кого-то может мотивируемой истории однозначно ну собственно проект я худею мы создавали для того чтобы мы наглядно показывали людей то есть не просто фото до после то есть непонятно вообще как многие сейчас вообще говорят это photoshop не просто вот до после показать что вот было стало это не так мотивирует а когда ты прям реально видишь стороны этот путь человека он делится эмоциями переживаниями сложностями вот ты смотришь как он его проходит это действительно помогает тебе ну подниматься и делать и ты понимаешь ты один не один такой не один ты в там 7 лет был с лишним весом что есть еще вот другие люди у которых такая же была история ни один ты там уже перепробовал тысячу и сто диет там есть такие же люди и они встают делают у них получается то есть это это очень хорошо помогает поэтому этот проект собственно был для этого и создан вот поэтому мы обещаем делиться каждый месяц нашими результатами переживаниями и волнениями и достижениями вот века я хочу тебе во-первых сказать большое спасибо за то что вообще ты пришла когда-то в двадцатом году огромное спасибо клиентки которая тебя ко мне я не знаю кто но просто вам не сотрудничаем но ей было безумно благодарна что но вот так вот сложилась судьба и я просто моя жизнь изменилась на 180 градусов и я не хочу чтобы было иначе потому что мы проходим все эти пути это все не просто так люди в жизни встречаются не просто так и вообще начать все менять можно в любом возрасте 20 30 50 60 вообще всегда главное захотеть вот если хочется то все получится когда не хочется например круг например подружка есть сложные случаи когда ну ничего ты не сделаешь ты хочешь помочь но там не надо не довольно все все да ну кто хочет тот всегда у девчонки дойдет до до своих целей и в этом верить неважно неважно же сколько ты на нее идешь главное вот в этом процессе получать наверное щекай вот кайфовать от самой себя от того что там меняется гардероб скажем там не знаю килограммчиком ушедших и скажу честно ну как вот тоже психологически даже у меня почему я сейчас на паузе было но все красиво ну свету ну все же красиво приходишь в магазин ты входишь в размерный ряд уже в эликсель да допустим его но ты надеваешь на себя какую-то одежду и как она на тебе хорошо выглядит ну красотка я же стал сумасшедшим шопоголиком и это тоже классно вот это вот как бы скажем минус снижение веса когда возвращаешься свой вес ты становишься шопоголиком потому что ты понимаешь что все сидит классно и хочется просто это все приносить домой дорого но это очень приятно еще тут добавлю что а ты говоришь эликсель просто сейчас сейчас я как бы предусхищаю что будет комментарий какой эликсель 90 килограмм европейские размеры другие абсолютно другие я когда сказал что я нашу 46 многие кто живет в германии грида смысле 46 света у тебя 42 а я говорю но у меня 46 это наши я не знаю как они называются советские какие там очень то есть другие по европейским размерам да это 42 то есть там они как-то минус минус европейский 54 а сейчас у меня ну в зависимости разные тоже вещи разные магазины но это от ну 42 44 46 смотря какая одежда какой магазин ну то есть все равно там это получается 5 размеров да ну если по европейским считать они почетным да почетному до 45 размеров они минусы на данный момент да по-разному исчисляется европейский на этой прекрасной ноте вот мы говорим всем что мы с вами не прощаемся совсем скоро идем к вам следующие следующем видео спустя месяц где уже расскажем о чем мы достигли за месяц мы сейчас начинаем работу буквально с понедельника как раз понедельник начало года вот прям все сложилось вот как нужно вот я в отдельном видео запишу что мы делаем вот расскажу о программе питания с которой мы начали подключали не подключали тренировки какие-то тренировки на что мы сейчас фокусируемся вот я прямо в отдельном видео это запишу вот ну а вы можете в комментариях пожелать виктории успехов удачи на этом пути вот и мы ждем вас а на следующем нашем таком мотивационном видео истории виктории в проекте я худею и как большое тебе спасибо спасибо